С праздником, друзья мои! Самые серединки поста, когда мы еще не сильно опустали, но уже чувствуется некоторая трудность и даже слабость многих людей ощущают. Нам к утешению выносится третий ход. И это средо-постная неделя, самая середина поста, это и есть время еще в плане Кресту. И поскольку сам пост есть время разрешения, богомыслия, то главная тема этой недели это совершение Креста Господнего. Того знака, на который мы с трудом поднимает в наших глазах. Потому что страшно, потому что стыдно. Все вместе. Ведь Крест — это символ мужества перед неизбежным. Хотя мы говорим, что у него Креста, например, мои родственники, или моя болезнь, или моя страна, или моя работа, или те обстоятельства, которые меня окружают. Крест, что-то тянуло болезненное, очень, очень трудное, то есть какая-то работа, причем неизбежно. И воспринимаем это, конечно, без радости. И здесь вот первый момент, который следует отметить, то, что Евангелие, Слово Божие, там говорит, что с неизбежным можно встречаться с мужеством. Есть вещи, которые мы никак не можем обойти. Во-первых, наша смерть, которая даже наступит, и с самого раннего возраста, когда мы вдруг обновлены, что мы сны, это нас страшно пугает и возмущает. Еще больше пугает то, что смертны не только мы, а смертны те люди, которые рядом с нами. И очень страшно подумать, что любимый человек, например, например, мама, или брат, или муж, или твой ребенок, что он умрет, и меня надо будет через это пройти. Но это неизбежные вещи. И как бы мы в них не прятались, все равно однажды, рано или поздно, это событие потребует от нас всего нашего самого последнего мужества. и поэтому мудрый человек к неизбежному относится спокойно. Проходит через этот период своей жизни с достоинством. И то, чему нам надо, конечно, поучиться у наших предков, то, как они с достоинством перенесились в страдания. С достоинством болеев, с достоинством теряли близких, с достоинством умирали. Спокойно, величественно, с большим мужеством, без истерик ненужных, без истерик ненужных. Потому что есть вещи неизбежные. Просто неизбежные. Конечно, это не говорит о том, что мы должны искать какие-то страдания, стараться где-нибудь пострадать. Нет, вовсе это не так. Но встает второй вопрос, если, конечно же, да, мы должны встретить с лицом Хрисуса эти неизбежды. Например, похоронить родителей. Кому-то похоронить супруга или супругу. Потому что, когда вы вступаете в брак, это значит, что кто-то из вас умрет первым. А кому-то на веку придется даже хоронить собственного ребенка. Бывает и такое. Это все входит в этот дар, который нам Господь дает. В чем же утешение, спрашивается? Почему крест выносится в утешение? Ведь именно такой смысл в неделе креста поклона. Потому что христианин смотрит не на тупик смерти, скорбь и боль. для нас крест это ключ к Пасхе. Он и форму-то имеет, как будто бы даже ключа. Он открывает дверь скорбе, он ломает тупик смертности, безысходности. И всякое неизбежное превращается в радость в этот секрет. Потому что мы понимаем, что во Христе люди не умирают, что всякая скорбия однажды приходит конец, что Господь создал человек для радости. Что смерть и боль предавлены раз и навсегда. И хоть и мне придется выпить свою чашу с кормом, у этой чаши есть дно. Она не бесконечная. Как бы мы там не роптали. У меня своя чаша боли, у моего друга своя, у моего брата своя, у каждого своя чаша. И он уже все выпить до дна. Но она однажды закончится. Любая боль, любое страдание однажды проходит. И во Христе мы обретаем радость по поводу жизни и то незыблемое ощущение жизни, эту жизнь, которую от нас никто не может отнять. Где нет ни болезни, ни печати, ни вздыхания. Уже никто не может поколебать этой неотъемлемой жизни. И мы к ней приговорили грустно. Поэтому крест – это предварение воскресения. Мы смотрим на крест, мы берем свой крест, понимая, что это не путь к бесконечному страданию, бессмысленному, очень болезненному опыту, а это путь к Пасхе. И крест для нас – это знак Пасхи, не хмурого, мрачного, бесконечного страдания, а того путь, через который мы можем пройти, чтобы достичь Пасхи – жизни нестарения. Как хорошо сказано в пословице. Там уже старости не будет. Никто не скажет, что я уже не молодой человек далеко. Никакие болезни мне не будут угрожать. Пей воду хоть лучше. Ничего тебя не заденет. Если там будешь в районе тоже есть. Я думаю, есть, потому что ребенок, а мы там все, наверное, будем в состоянии предельного здоровья, которое есть только у детей, ребенок не может находиться без лужи. И думаю, многие из нас захотят в районе скакать по лужам под дождем. Я, например, на этом очень ощутил. И этой радости от нас никто не отнимет. Но чашу, которую нам можно выпить, выпьем. Еще раз подчеркну, с достоинством, с божеством, с покоем. Переноси эту боль, которую нам нельзя миновать. Нельзя миновать. От нее не надо прятаться. Но ее не надо искать. И мы должны еще понимать, что нас Господь не в благополучии призвал. У каждого из нас своя история. У каждого из нас можно вынести тот крест, который он предначал. Вот 22 марта в день сороконучников селастийских В 1943 году была сожжена деревня Хатыни. 149 человек было сожжено среди них. Больше половины детей. Спрашивается, ну почему так? За что им такое? Несколько человек только из деток были спасены, сожжены. Одна девочка была спасена, как-то на нее упала мама. Она упала с воли из автомата. И мама упала. Думали, что и девочка погибла. И когда фашисты ушли, хотя на самом деле сжигали у них не немцы, а наши предантики сжигали, полицами сжигали. Пришли родственники из соседней деревни, и девочку эту спасили. Она была в ожогах, и мы отвезли ее в деревню. Лечили, и через неделю каратели пришли в эту деревню, и сожгли эту деревню, и девочка там. Но как же это так? Вот только детенка спасли, надо на школу дважды и сгореть. А потому, что какая вот у нее судьба, понимаете? Вот у нее такой крест, в этой семье. И мы не понимаем почему, как, откуда, из каких далеких столетий эта судьба проговаривалась. Что тут, с чем это связано? Конечно, есть мудрые и старцы, позорливые, которые знают, почему, из-за чего или для чего дается именно мне выпить именно эту чашу в корму. Но мы, простые люди, не должны, наверное, дерзать, даже пытаться расшифровать все эти пути и судьбы. И неизбежно принимать с мужеством и с доверием к Богу. С доверием к Богу. Потому что мы, мы люди слепые, мы не можем, не умеем видеть далеко. Видеть только совсем чуть-чуть, и поэтому нас, как Господь доверил через это пройти. Ну что ж, пойдем спокойно, с мужеством, как это наши предки проходили. С достоинством, понимаете? Мы совсем забыли, что и жить надо с достоинством, и болеть с достоинством, и через скорбь проходить с достоинством, и умирать с достоинством, без суеты, лишения. Без унизительных вымаливаний, выпрашиваний себе каких-то отсрочек. Спокойно, спокойно, без достоинства. Потому что передачами Божьего мы можем это достоинство в себе сохранить. Поэтому, как хотелось бы, чтобы крест, или знак Христа, как утешение, дошел до данного самого сердца. Чтобы цель, которую преследовали наши старцы, положившие этот день, выносить крест к Господню, она была достигнута. Чтобы крест нас не пугал. Образовываю даже радостное доверие Господу за то, что Он мне, с чем возможно доверить, пройти через эту скорбь. Не только мне, но и мои друзья, но и мои близкие, и мои дети. Благодарю Господи, и немало, вопреки глаголе, приемлю. Надо так, может быть, и говорить, если нас встречает в жизни или страшный диагноз, или внезапная боль, страдания, или ухрана. Потому что за этим страданием, за этой чашей стопы нас ждет воскресенье. Потому что крест – это ключ к Пасхе Христовой. Аминь! Спасибо вас! Продолжение следует... Продолжение следует...